МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Всем привет! Это Питстоп. Сегодня вы в нашем гараже, в котором сидят также Владик, Сергей, Аркаша, Оксана и Аня. И сегодня наша тема звучит «Есть ли жизнь в оффлайне?» Вы слышали такое высказывание? Без сети. Ну, в первую очередь. Да. Есть ли жизнь без сети? Есть. Мы же как-то раньше жили. Нет, без самого интернета или без соцсети. Ребята, мы в самом интернете сейчас находимся. Да вообще, да. Вот мы сейчас онлайн, понимаешь, человек наш слушает. Обычно нас смотрят ВКонтакте или где-нибудь в Ютубе, для этого нужна сеть. А если нет сети, то у нас нельзя посмотреть, как на это посмотреть. О какой сети речь? Вот о какой? Ну, не рыболовной. Мы говорим сейчас давайте о соцсетях. ВКонтакте, Одноклассники, что там еще есть? Фейсбук, наверное. Инстаграм сюда можно отнести, нельзя. Я не знаю, кто сидит в Инстаграме. Твиттер. Кто использует, да, Твиттер, различные эти. Ну вот первый вопрос. Скажите, кто сидит в соцсетях? Кто находится, у кого есть аккаунт в соцсетях? Вот правильный вопрос. Ну вот так ничего. Хорошо, у всех есть аккаунт, логично. Скажите, вы читаете, что это зависимость, если у вас есть аккаунт в соцсетях? А если у вас есть? Просто галочка, что есть, и все? Да, допустим. Нет, это нельзя. Сначала я так ставлю вопрос. Да, очевидно, что нельзя вообще даже задать, зависимость это или нет. Есть. То есть есть и есть, хорошо. Ну окей, есть аккаунт, ну и чё. Хорошо. А если там заходил 15 лет назад? Это независимость, да? Сейчас такое. А там всё, там подписывается во сколько? Заходила 15 лет назад. Зайди ко мне. Давно не заходил. Зайди ко мне, пожалуйста, на страничку посмотри. Я, кстати, давно уже не смотрел. Там просто... А каждый заходит в тежих аккаунт и смотрит. Ох! Я бью рекорды, бью рекорды. Ну а когда тогда вы говорите, что... Ну по вашим разговорам можно понять, что я совсем независимый человек от соцсетей. Это правда? Нет, у меня не правда. Мы так не сказали. Я вообще, знаете, как утром просыпаюсь? Я вот, чтобы мне нормально проснуться, я как бы... Мне нужно ввести не полосочку. Нет. Я просто открываю глаза. Я просто не могу открыть глаза с утра. Я беру телефон и вот я замечаю, что через 5 минут просмотры новостей у меня на открытом глаза. Все нормально. Я иду у вас. Вот новости. Здравствуйте. То есть у тебя будут будильники. Обычно какие-то ненужные новости не будет Оксану. Какая-нибудь интересная новость, например, хоп, этот встречается с этой. О-о-о. Обновлено ночью. Ага. Ну как бы вот, просто я от этого просыпаюсь. Я не вот прям, мне надо посмотреть эти новости срочно. Я просто, это как способ того, чтобы проснуться. Ну, мне кажется, просто мы привыкли. Сейчас, в современное время, нам интересно быть в курсе событий. Конечно, куда мы заходим в соцсети, потому что там новости просто каждые 3 секунды обновляются. Там куча интересного. Смотрите, у нее там, она купила такую сумочку. У этого там девушки. То есть интересно, каждого звонили, конечно. Я не буду говорить, парни. Давай сейчас Аня про себя говорит, да? Аня, ты про себя, допустим, говоришь. Ну, как пример. Ладно, я про себя говорю. Я спрашиваю, ты так делаешь, вот как ты сейчас говоришь? Смотрю новости, да, смотрю новости. Давай, продолжай, что ты еще? Все равно там... Я хочу услышать для каждого, что для него этот контакт значит, аккаунт значит, да, соцсеть. Что для него значит и для чего оно ее использует? Лично вот для меня, у меня есть группа институтская, куда мы выкладываем все свои там материалы, новости, там, что в институте. Обычно это первая отмазка, когда говоришь. Так интересно, так интересно. Я еще так в институте не училась, а мне так интересно еще раз прочитать лекции. Да нет, почему? Там есть общая переписка, от которой ты знаешь, когда зачет, там, когда лекции. Ну, правда, интересно посмотреть, кто там, как изменился, какие тут фотографии, на красивых посмотреть, интересно. Ну, некрасивых нет. С прошлого репоста, когда человек изменился, я скажу, что это так. Нет, ну, как-то, я не знаю, с человеком, допустим, который в другом городе списаться, это удобно, это быстро. Тоже другая отмазка очень хорошая, интересная. Я не знаю. А вот так я буду говорить. Ну, почему вы так ставите вопрос? Разве это зависимость, это у вас отмазки, вы все, короче. Нет, никто так вопрос не ставит. Это, во-первых, Влад так просто говорит. Но, да, может быть, это то, чтобы добрый конкретик поднял. Кто такие зависимые, по-вашему, в соцсетей? То есть это не существует зависимость. Что такое зависимость? Ответите, что такое зависимость? Не соцсетей, просто зависимость на наркомании, там, табакокурение. От слова зависите. Кто-то зависит от чего-то, ты зависишь от этого. Насколько зависимость, это должна быть... Это понятие относительное. Зависимость, это, по крайней мере, так можно дать определение, это то, к чему уделяется очень много времени. Больше, чем другим остальным вещам. Без чего-то практически не можно. Чего это, почему? Может быть, что ты жить без этого не можешь. Да, это же не просто так уделяется. Я маме с папой, вот, например, наоборот, не уделяю. Например, это плохо, но это не зависимость. Да, вот... А я своя независимость. То есть, например, я зависю от другого человека. Завишу, простите. А то зависнуть тоже можно, да? Завишу от другого человека. И это, кстати, мы как-то обсуждали в нашей программе, про зависимость от людей. Это хорошо, потому что мы каждый друг от друга в какой-то мере зависим. Да? Вот. И от близкого человека зависеть хорошо. То есть, есть хорошие зависимости, получается, есть плохие. От зависимости от соцсетей, это хорошо или плохо? Я думаю, что нет. Я думаю, что любая зависимость, вот, в ее крайней степени, это плохо. Ну, и от соцсетей в том числе, это очень плохо, если ты жить без этого не можешь. Некоторые себе, кстати, пытаются доказать. Они такие, бах, удалился там. Просто. Сегодня всем так. О, что случилось у этого человека? Срочно надо позвонить ему, срочно. Все зависимые люди начинают передавать. Да, 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 передавали его. У него какой-то разрыв там в жизни просто произошел. А потом раз и восстанавливать. Потому что человек не может без этого. Ну, как-то и не знаю. Если уж ты удалился, то будь с концами, будь добр, ты, ну, как бы, иди, ты, дорога, которую ты пошел. Не, ну, вот Аркаша, правда, он же, как бы, у него есть аккаунт. Но он как перестал заходить год назад, так и все. И с концами. Больше, больше. Если человек принял решение. Хорошо, Аркаш, ты этим гордишься? Нет. Значит, это к твоему стыду, да? Я просто считаю, что это правильно. Ну, на мой взгляд, это... Что правильно? То, что я решил для себя, я просто понял в один момент, что для меня это негативно сказывается. Во-первых, времяпрепровождение мое. Во-вторых, просто я в какой-то момент, правда, просто понял, что это больше мне негатива приносит. Какие-то те же самые... Ну, потому что некоторые могут, конечно, оправдывать, что там... Ну, или не оправдывать, а просто объяснять свое захождение или, ой, я позитивно там подпитываюсь. Для меня это было обратной стороной монеты, так сказать. Я там видел, ну, сплошное. Ну, не буду горячо громко говорить о ком-то, например... Кого-то обижать. Не, обижать о том, что... Но там много лжи. Там фотошоп, это все электронно, это все... Ты про фотографии, про статусы, про положение. Да, понимаете, это все вот, там достаточно все вот такое зыбкое. На это нельзя обращать. Строить тем более зависимость свою, свою жизнь, зависимость от жизни своей. Строить на этом, ну, я считаю, что это бессмысленно. Ну, так что значит человек зависит? Я выставил фотографию там, и мне завидный человек так... Просто какой же ты плохой. Да, для таких людей есть специальный термин, кстати. Такой, красавчик. Особенно у девчонок это просто, знаете, без разницы сколько... Оля-пуля. 200 фотографий она выложила. И подруга сидит такая, кофе попила, там пообщалась. Она каждый, красавчик, я тебя люблю, там, дыры-дыры-дыры-ды. Можешь написать, ну, как сказать... Опять девушки плохие. Нет, нет, просто девочки любят, когда ими любуются. Делают комплименты. Да, это же факт, факт. То есть нам всем надо удалиться из соцсетей? Нет, нет. То есть вообще соцсети это плохо, по-твоему? Вообще все, там нету ничего хорошего? Я, например, понял, например, что я могу заменить это другим чем-то. Мне, например, ну, я не знаю, у кого какой достаток. Некоторые говорят, что это быстро, например, связаться там с Екатеринбургом. А я говорю, что мне позвонить проще. Скайп. Скайп. Я не знаю, все, что угодно. А скайп это не соцсетей? Сотовый телефон, подняйте. Не знаю. Наверное, это нет. Это мысль. Потому что, да, это, так скажем, путь общения. Но вот я, когда ты говорил, Рыкаш, о том, что люди выставляют там фото, которые они хотят. Там даже есть пропущенные через фотошоп, да, там, например, ты, такой у тебя куча прыщей, у тебя там, прицелковая фотошопа. А в фотошопе ты себя сделал. Нормально, так, и в день загар. Да, и очень даже неплохо, на самом деле, да. Или, например, ты какую-нибудь фотку какой-нибудь личности симпатичной выложил. Вообще не твоя фото. Но это, конечно, если так делают, это просто. Это сразу, конечно, понятно. Но некоторые делают, например, выкладывают фото какой-то красивой девушки, которую никто не знает, и выдают себя за нее. Это с вами. Вот. Спасибо. Он всех исследует, сигнализирует сразу, сканер такой. Вот. И люди выкладывают статусы. Вот статус замечали? Вверху там, например. Ой, ушла на работу, буду нескоро. Вот зачем они это делают? Например, вот кто из вас выкладывает статус? Люди переводят свою жизнь просто уже полностью в электронный формат, назовем так, я считаю. Некоторые вот люди, вот христиане, например, выкладывают стих из Библии. Может быть, на самом деле, проблема тогда, что есть люди, на самом деле, вы, зная, и вы, считая себя независимыми, знаете, что есть такие люди. Может быть, у них проблемы какие-то? Может, они нуждаются в общении? Нуждаются во внимании? И это способ... Может, виноваты вы, а не они? Подожди, и это способ увидеть вот их нужду и помочь им, да? Да. Как ты считаешь? Один из способов. Это зайти в соцсети, посмотреть его страничку. Люди в соцсетях вообще начинают почему? Потому что чувствуют себя одинокими, или это способ общения. И так, несколько миллионов людей. Начинают в соцсети обращаться, когда им плохо, когда им одиноко. Честно сказать, да. Да. На самом деле, с этого снижение. И вот еще один вывод хотел подметить, вот, с разговора. Давай. Обращайте на девушек больше в жизни внимания, и они не будут себя показывать в соцсети. А это, кстати, истина, мне кажется. Я даже знаю некоторые. И сидят, и все, да? А что же вы скажете о нас, парнях, касательно наших заходов в соцсети? Ну что, онлайн? Ладно, пойдем дальше. Нет. У парней явно меньше фоток, чем у девчонок. Ну, практически там. Ну, разные есть. Разные, конечно, опять же, парни есть. Такой разный парень. В любом случае, человек в соцсетях, если он как-то начинает там выкладывать что-то, еще что-то, он хочет или поделиться, возможно, если это маленький какой-то круг. Я не хочу сразу, о, внимание, посмотреть на меня. Может быть, он чем-то поделится. Вот я была на празднике, смотрите, как там было здорово. Но этот человек, этот человек реально нуждался. Когда вам было плохо. Нуждался именно, ну, я не знаю, в поддержке. Значит, нет сейчас близкого человека, с кем бы он мог разделить эту радость. Ведь можно отправить личное сообщение. Кому? Человеку. Человеку. Я говорю о том, что у него нету такого близкого человека, с кем бы он мог... Вы заметите, если такие позывы, то вы просто поднимаете дробку и говорите. Друг, я смотрю, ты там был на день рождения, приходи ко мне, будем обсуждать это. А не просто в соцсетях там пишите. Альтернатива от Аркаши, у нас сегодня тоже рубрика его есть отдельная. Хорошо. Вот вопрос тогда. У нас тут два лагеря. Те, которые считают, что можно, в принципе, обойтись и без контакта, чтобы все эти проблемы решать. Без соцсетей. Без соцсетей, да. Я уж что-то как-то обобщаю. А кто-то говорит, что некоторые вещи просто нельзя сделать. И что реально в соцсетях это сделать проще. Связаться с кем-то, увидеть события, которые у твоих друзей происходят, порадоваться за них, лайкнуть, да? Порадовался. Влад, ты же сам. Я здесь был. Ну и что, так? Тебя не было недавно в контакте. Почему ты инвестируешься? Недавно, вот с минуты на минуту. Нет, а потому что ты сказал, я это помню, ты сказал. Я зато теперь знаю, какие-то события происходят, а то все мимо меня как-то проходит вот так вот. Да. Так, объясни. И я в ней в курсе была. Ладно, ладно. Один из плюсов, естественно, один из плюсов в том, что быть в курсе событий, которые... Ну, ты знаешь, то, что происходит там, не знаю, пять минут назад, что-то произошло, то, что где ты мог оказаться, но тебя там нету. Вот. Это, конечно, плюс. Вот. Но мы говорим немножко про другие вещи. Например, я очень согласен с Аркашей, то, что ему приносило негатив. Для меня частью тоже нахождения в соцсетях тоже приносит какой-то негатив. Знаешь, тогда тебе надо избавиться от кровати в комнате. Подожди, подожди. Она тоже может излишний сон приносить негатив. Ну, вот у меня вот не так вот. Странно. Очень странно. Очень странно. Давайте давайте Владу досказать его мысль, потому что у нас потом... Да. И к чему я хочу прийти? К тому, что... Нет, к чему я веду. К тому, что... Это все больше зависит, конечно, от нашего отношения к этому. Абсолютно верно. Вот. То бишь, я вижу статус у других людей. Это, конечно, ужасно то, что мы говорим. Это просто глупость, конечно, полная. Статус у другого человека или что. Это еще ничего не знаешь, а просто пример. Да. Какие-то фотографии или что-то такое, в принципе, не имеет никакого значения. Если ты как-то... У тебя вызывают какие-то нехорошие эмоции или по какой-то причине, то нужно, может быть, поработать над собой. Вот. Это мне однажды, так сказал один человек, я не поверил. Вот. Ну, потом все-таки... Согласился. Ну, в какой-то степени согласился. Другое дело то, что когда ты переводишь свою жизнь как бы в электронный формат, это уже проблема, я считаю. И вот. Я бы хотел, чтобы, может быть, каждый из вас добавил какой-нибудь совет людям. То есть все люди, очень многие люди сегодня, молодежь, находятся в соцсетях. И мы... Никто не заставит их выйти оттуда, потому что им там нравится, находят пользу. Я нахожу там пользу, признаюсь, в чем-то. В чем-то большой негатив, конечно. Но как найти вот эту грань, что там можно делать, а что лучше не делать, чтобы не стать зависимым от этого? Мне кажется, в любой вообще сфере может быть грань хорошего. Давай о соцсетях, давай о соцсетях. Вот что ты примерно давай. Давай, я порекомендую людям 15 минут в день. Вот это я рекомендую. Ну, это не таблеточка, лекарство какого-то. Ну, что-нибудь. Ну, мне кажется, просто, если вас туда тянет, может быть, стоит задуматься найти настоящих друзей себе. Вот. Очень хорошо. Найти, идти, заняться чем-то, увлечения какие-то найти себе. Действительно, там, хобби, чтобы было. Может быть, вам просто себя одеть некуда. Вот в этом проблема. Оксана? Не знаю, я соглашусь вот с этой точкой зрения. Мне оно очень как-то привлекательно. Очень привлекательно. Нет, я просто о том, что если, как бы, ты провоишь все там время, на самом деле, то тебе, кроме этого, не о чем заняться. Все твое время уходит на интернет, на соцсети. Займись спортом, как вариант. Вообще, чем угодно... А чтобы заняться спортом, есть группа ВКонтакте. Как заняться спортом? Все есть сейчас, все есть. Аркаш, хорошо, а твое мнение? Я бы просто подметил, для тех людей, кто там находится, например, ну, я вот, например, не предпочитаю там находиться. А для тех, кто там есть, живет и существует, я бы подметил ту грань. Там есть такая строчка «Друзья». И там чаще всего у людей 600 цифра, 500, 200. По правде, ввести свои возможности дружить с 600 друзьями. И поймите, кто для вас настоящий друг. Сейчас все удалят своих друзей и милых. Да, ну, это очень похожий совет, в принципе, с тем, что Аня сказала. В общем, выход, значит, здесь один. Что? Выход, да? Справа, вверху такая штучка. Выход. Вот, ну, я хочу тоже свое мнение сказать. Я вижу много положительных факторов. Например, ты можешь в соцсетях посмотреть быстро, очень какой-нибудь доступный аудиозапись, видеоматериал. Найти какой-нибудь документ. Подожди, Владик, я скажу это. Ну, я нашел это для себя практично. Можешь связаться с людьми. Но я реально тоже сознаю, что, когда ты заходишь туда, оно тебя обычно завлекает на времени больше, чем ты планировал, чем оно надо было на самом деле. Не успотреблять. Да, лучше не успотреблять. И, как сказал один хороший человек, если вы там просыпаетесь или приходите домой, или заходите в комнату, и первая мысль у вас, что сделать, проверить почту или проверить соцсеть, что там сообщение, то это уже первый знак о том, что вы зависимы. Если это есть, то надо как-то подумать и задуматься об этом. Все, я пошла лечиться. Ну что, друзья, мы вот здесь пару советов каких-то вывели, а вы подумайте для себя, что вам лучше предпринять, зависимы вы или нет. А мы желаем вам в этом успехов. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok